Обычно Татьяна Багрова занимается физкультурой с малышами в детском саду, но в этот раз сама сдаёт нормативы. Большой компанией вместе с коллегами и воспитанниками сада номер 244 приехали на зимний фестиваль ГТО. Как-то было сообщение, поедем на ГТО, все скрикнули, да, ура, поедем на ГТО. Вот так мы собрались на сегодняшний фестиваль. У меня сдают почти пол садика детей, сотрудники детского садика, даже родители зарегистрировались и тоже сейчас сдают ГТО. Волнительно, очень волнительно, переживая за детей, чтобы всё сдали, сама, чтобы всё сдала. Принять участие в фестивале «Готов к труду и обороне» можно с шести лет. В зависимости от возраста каждый проходит норматив по своей ступени, таких ступеней 18. Среди испытаний наклон вперёд из положения стоя, подъём туловища из положения лёжа на спине, подтягивание на перекладине, рывок гири, бег на разные дистанции и многое другое. За успешную сдачу нормативов спортсмены и любители получают значки ГТО – бронзовые, серебряные и золотые. У нас в городе работает 13 муниципальных центров тестирования. Это те места, в которых каждый житель города может заявиться для того, чтобы выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Но кроме такой ежедневной работы, департаментом спорта проводятся фестивали. В них участвуют все центры тестирования и любой человек может в такой праздничной атмосфере испытать себя, выполнить нормативы своей возрастной категории. Участие в таких соревнованиях бесплатное. Испытать себя может любой желающий. Нужно всего лишь зарегистрироваться на портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подать заявку в один из центров тестирования. В этот раз на зимний фестиваль зарегистрировалось около 200 участников. За прошлый год нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 9200 человек. Всего на сайте ГТО зарегистрировалось более 165 тысяч граждан. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.